Доброго времени суток! С вами Алексей Сергеевич Митрофанов, преподаватель хай-тек квантума детского технопарка Кванториум Тамбов. И сегодня на нашем мастер-классе мы с вами построим самую настоящую гиперболоидную башню, которую мы с вами испытаем на прочность. И для этого нам с вами потребуются достаточно распространенные материалы в виде бамбуковых шпажек, ножниц и небольшого кусочка силиконового шланга. Итак, давайте мы с вами начнем. Для начала нам нужно подготовиться. Нам нужно нарезать небольшие кольца силиконового шланга, которые будут являться связующими элементами нашей будущей башни. Нам нужно порядка 40 штук. Нарезаем их совсем небольшими. То есть они должны выглядеть примерно в размере, то есть их ширина должна быть всего лишь 1,5-2 мм. И нарезаем с вами 40 штук. Вот мы получили с вами нужное количество связующих колец для будущей башни. Теперь нам нужно разложить наши имеющиеся палочки. Количество у нас их 16 штук. Это делается для того, чтобы в дальнейшем было проще сконструировать нашу с вами будущую башню. С чего же мы с вами начнем? Для начала мы соединяем с вами каждые две шпажки кольцом нарезанным. Примерно в расстоянии от конца шпажки где-то примерно сантиметр. То есть все шпажки соединяются таким образом. Это будет как раз первоначальная связь, которая и будет сдерживать, ну и являться первым связующим элементом нашей будущей башни. У нас с вами получится 8 пар Здесь можно посмотреть, как это выглядит. 8 пар элементов нашей будущей конструкции. Здесь можно убрать, чтобы они нам в дальнейшем не мешались при дальнейшей спорке нашей будущей башни. Вот, мы с вами получили 8 пар бамбуковых палочек, шпажек. И в дальнейшем мы с вами начинаем их соединять вместе. Соединяем мы их таким способом. Мы берем две пары шпажек и соединяем их две крайни соединяем к кольцом. Где-то до... Оставляем от первого кольца примерно 3-4 сантиметра. Следующая шпажка берет следующая пара и соединяется со второй парой таким же способом. Точно так же оставляется 3-4 сантиметра и мы с вами берем следующую и попарно соединяем все элементы нашей будущей конструкции. очень важно располагать силиконовые трубки на одинаковом расстоянии от первоначальника. Это важно для нашей будущей башни. после того как соединены все пары палочек мы получаем с вами первую заготовку достаточно важную и вы можете видеть как сама конструкция то есть пересекает то есть одни палочки пересекают другие. Это как раз позволит нам в будущем создать очень крепкую конструкцию которая будет поддерживать то есть каждый элемент этой конструкции будет поддерживать другой элемент. и теперь через одну палочку то бишь даже вы видите прекрасно где идут пересечения то есть вот они как раз мы с вами соединяем силиконовыми трубочками дальше берем как вы видите тоже где-то от нашего второго связующего пояса оставляем точно так же примерно 4 сантиметра берем следующие палочки и точно так же таким же образом соединяем нам нужно произвести работу над всеми элементами вот у нас следующие палочки они идут через одну соединяем дальше после соединения второго связующего пояса мы сразу уже видим с вами определенные определенный прогресс да так будет выглядеть развернутая наша с вами башня вот две крайние палочки которые остаются свободными это совершенно нормально они нам позволят соединить заклицевать нашу с вами башню и получить уже полностью готовую конструкцию в дальнейшем мы с вами производим соединение третьего связующего пояса и как вы видите он у нас с вами уже очень хорошо виден это пересечение следующих шпаж начинаем точно таким же образом мы с вами отступаем примерно 4 сантиметра от предыдущего связующего пояса делаем все на одинаково расстояние если вы не понимаете какие элементы соединять дальше вы можете всегда разложить конструкцию и увидеть где пересекаются будущие связующие элементы у нас с вами уже появилось 4 связующих конкурса мы делаем с вами пятый связующий пояс их уже прекрасно видно как раз пересечение тех шпажек которые нужно соединить повторяем все точно так же от предыдущего отступаем небольшое расстояние небольшое отступаем вот вот мы с вами получили еще один связующий пояс и теперь нам нужно завершить нашу конструкцию соединив самый последний самый верх полочек пересекающихся это очень важно чтобы наша конструкция в дальнейшем была наиболее прочная эти пересечения тоже прекрасным образом видны и они очень важны и всего лишь три они едут само собой каждое соединение на убывание и вот мы получили с вами почти готовую конструкцию можете видеть ее и теперь нам нужно соединить оставшиеся элементы то есть закольцевать нашу конструкцию поэтому мы соединяем последние палочки которые крайние у нас таким способом чтобы у нас с вами получилась возможность дойти до нашего с вами второго именно второго соединения после соединения крайних палочек мы с вами можем наблюдать что они сами собой пересекаются следующим палочками производим соединение их на уровень третьего связующего кольца раз и второй два теперь теперь мы с вами наблюдаем что наша с вами конструкция уже пересекается со следующими палочками и мы их точно так соединяем уже на уровень четвертого появляющего кольца пляжа пляжа в пляжа доставим пляжа и с доставим пляжа с дайом Нам осталось соединить несколько элементов. Вы можете уже видеть, как выглядит почти уже законченная конструкция. Но нам остаётся соединить несколько элементов. Они, как вы видите, пересекаются вот с другом. Чтобы понять полностью, где у нас не хватает соединений, вы можете каждый раз конструкцию развернуть, развернуть и посмотреть, где эти элементы просятся соединиться. И вы можете прекраснейшим образом видеть, где это требуется. Поехали. Я думаю, что развернуть. Рисtesжим. 播.'" Рисплова. Попробуем. Быть Monopoly. И теперь осталось последний элемент соединения, самый верхний. Он закреплен более крепкими и большими силиконовыми кольцами. Удивительный, соль, соль, соль и соль. Удивительный. Оно все остальное. Ну что ж, наша с вами башня готова. Сама конструкция в собранном виде выглядит достаточно непримечательно, но как только мы с вами её раскладываем, мы получаем с вами полноценную гиперболоидную конструкцию, как вы видите, которая очень интересна тем, что при использовании достаточно лёгких конструкционных материалов, мы получаем достаточно интересную и жёсткую конструкцию, и мы сейчас её с вами испытаем. Нам придётся немножечко доработать её, чтобы она у нас не складывалась, поэтому мы с вами добавим небольшие элементы. Это ещё две шпажки, определённые пополам, и они нам позволят с вами закрепить башню, чтобы она у нас с вами не складывалась. Для этого потребуется соединиться кольц, который есть здесь, и разложить до противоположного кольца здесь. Но здесь уже использовать небольшое колечко и зафиксироваться. Вот так. И теперь педикулярно. Ещё одно кольцо. Это нам с вами позволит добиться того, чтобы конструкция была устойчивой, никуда не делась, и служила сейчас целью испытания на прочность. Сейчас, секунду. А сейчас мы испытываем только что созданную нами башню нагрузкой полтора килограмма весом стандартной полуторалитровой бутылки воды. И как вы видите, конструкция выдерживает нагрузку без каких-либо проблем и достаточно крепкая и устойчивая. Вы можете создать данную конструкцию дома. Если у вас нет возможности времени и время, Детский технопарк Панториум Тамбов всегда поможет вам с любым проектом, который вы захотите сделать. Или же, если захотите повторить данный мастер-класс. Мы вас с удовольствием ждём к нам в гости. Приходите. Очень было приятно. Алексей Сергеевич Матрофанов. До скорых встреч.